Селезнёй Владимир Валерьевич, 1922 года рождения, 07-09 года рождения. За что вы сидели? От 105-го, за убийство. Частная военная компания «Лаблер». Как вы оказались в расстреле? Поставили весь лагерь на плац, 1200 человек. Встали на плац, заехала бронированная машина, вышел человек с двумя звёздочками на левой груди. Представился, что частная военная компания. Предложил помочь Российской Федерации повоевать, ну и как смыть свои грехи кровью. Кто останется жив, свобода, деньги и полчистые документы, всё. Это человек представился? Да. Как его зовут? Пригожий. Много согласилось у вас идти? Да. 267 человек. Владимир, может быть вы докумене, что зэков набирает, сидельцев в тюрьмах, и потом их, собственно, использовать как пушечное мясо? Это так и есть. Как есть? И метров 30-40, которые шли за мной, тоже зэки шли. И вот этот человек шёл, он там уже дальше был. Повернулся, они очень далеко были. Видно, они хотели, ну как обычно, пушечное мясо, чтобы знать, где, что, какие позиции есть, кто стоит. Всё, ну, мы как пушечное мясо. Вас когда вербовали, вы знали о том, как вас будут использовать штырьмах? Ну, вообще-то, когда нас вербовали, нам сказали совсем другую историю. Нам сказали, что вас сразу не кинут на передовую. Мы должны пройти были курс две недели. Потом с опытными ребятами на втором плане смотреть, как они это делают, как зачистку эту делают. И прикрывать всё. Ну, а тут совсем всё не так. Я скажу, что, пацаны, я вот смотрю и говорю вам, как есть, потому что я здесь. Что 6 месяцев вы не продерживаетесь в любом случае. Даже и 2 дней можете не продержаться. Если есть возможность избежать этого, избегайте, как можете. Подключайте маму, папу, пусть под зонами стоят, плакатами. Досидите свои срока и выйдите спокойной душой. Здесь не ваша война и не наша война. Они защищают свою землю. И они имеют полное право диктовать условия. Потому что мы на их стороне, а не они на нашей. А Владимиру Владимировичу, я скажу, завязывайте эту войну. Она ни к чему не приведёт. Только жертвы. Уже и так 65 тысяч. Сколько надо жертв, чтобы всё угомонилось.